Сотрудники администрации, представители ТОСов и управляющих компаний, в числе и тех, кто вместе с Анатолием Пахомовым на месте обсуждает пути решения проблем микрорайона. Сегодня это Макаренко. Первыми привлекают внимание торговые павильоны. Вдоль дороги их десятки. Стоят эти ларьки давно, к Олимпиаде их даже ремонтировали, но сейчас объектам вновь требуется обновление. Речи об их сносе не идет, поскольку, помимо прочего, здесь они выполняют роль подпорной стены. Но приводить в порядок придется. Если хотят, чтобы это все осталось, значит, надо привезти, чтобы оно было украшением. Это вот так, как в Лазаревке. Мы уже здесь, в микрорайоне Макаренко, мы, к сожалению, отстали даже от Лазаревки. По соседству с киосками дорога и ряды припаркованных автомобилей. По просьбам местных жителей, знаки, запрещающие парковку вдоль дороги, недавно были завешены. В результате сразу образовался затор. Здесь очень интенсивно движется общественный транспорт. И теперь часто автобусы попросту не могут разъехаться из-за припаркованных машин. В итоге действие запрещающих знаков в районе остановки Соченко решено восстановить. Обратил внимание глава города и на проблему парковок на газонах. Вот за этими машинами уже выехали эвакуаторы. А тот бордюр, что они разломали, придется восстановить. Мы никогда не наведем порядок, если у нас будут жить такие вот люди. Ему все равно, что. Или же бы у него было хорошо, или же он свою машину поставил. Чего бы он ее поставил на газоне? В ходе рабочей прогулки к мэру подходят местные жители. Проблем много. И в некоторых случаях без вмешательства городских властей их не решить. Как здесь, на Макаренко, 39. Железные гаражи на муниципальной земле даже после суда остаются на своих местах. Два судебных решения. Хозяева не убирают принципиально. Неизвестно по какой причине. Приставы не работают. Все дело в том, что приставы не работают. Такие объекты не должны портить вид города. Тем более здесь жители планируют на месте снесенных гаражей разбить небольшой сквер. Здесь же принято еще одно важное решение. У детской поликлиники на Макаренко обустроят бесплатную парковку для посетителей. Чтобы до 15 числа они все спланировали, разровняли, защебенили. А еще и хорошо, если будут денежки, я в принципе готов сказать, посчитайте сколько это нужно, чтобы здесь добавить парковок. На машин 100. Общая оценка микрорайона Макаренко удовлетворительна. Тем не менее, есть над чем работать. И это не всегда должны делать коммунальщики. Залог успеха в опрятности района в отношении самих жителей. Я бы рекомендовал жителям микрорайона провести субботники, почистить склоны, вычистить свои дворы. Естественно, сделал замечание директорам школ, что надо привести в порядок территории школ. Обходы районов города тем временем продолжатся. Как показала практика, прогулки мэра по улицам Сочи приносят хорошие результаты. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ»